В Самаре на Южном шоссе в ДТП пострадали два человека. Об этом сообщили в региональном КОМВД. 19-летняя девушка, управляя автомобилем Ситроен, выехала навстречу и столкнулась с Вольво, которую управлял 37-летний мужчина. Оба водителя получили травмы, им оказали медицинскую помощь, уточнили в ведомстве. В настоящее время сотрудники госавтоинспекции проводят проверку и устанавливают все обстоятельства аварии. Самарское предприятие, осуществляющее пассажирские перевозки, получило от областного правительства партию автобусов. Уже на следующей неделе 40 новых машин выйдут в город, наиболее востребованные маршруты. Все они уже прошли техническое обслуживание и процедуру страхования. Еще 29 машин прибудут в скором времени. К сотрудникам компании-перевозчика обратился евреогубернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. Он пообщался с водителями, пожелал им комфортной работы и отметил, что работа по обновлению транспорта будет продолжена. Всего до конца года автопарк предприятия пополнит более 150 машин. В ДК железнодорожников состоялся кукольный спектакль для детей и школьников с ограниченными возможностями здоровья. Ребятам показали всемирно известную сказку «Красная шапочка». В конце мероприятия детей ожидали сладкие подарки. Указом президента Российской Федерации от 2 сентября 2024 года на должность начальника Главного управления МЧС России по Самарской области назначен полковник внутренней службы Сергей Аникин. Ранее он занимал должность первого заместителя начальника Главного управления МЧС России по Ульяновской области. В Самарской области первый месяц осени радует теплой погодой. Днем столбики термометров не опускаются ниже 20 градусов, и уже в конце недели наступит бабье лето. В искресенье 8 сентября к обеду температура поднимется до 24 градусов и с каждым днем начнет увеличиваться на 1-2 градуса. Так, до 16 сентября синоптики прогнозируют от 22 до 27 градусов, а с 17 сентября в регион постепенно начнут приходить холода. В светлое время суток стабильно будет 15 градусов. Согласно приметам, если в бабье лето появится радуга, то осень будет долгой и теплой, а если в этот период настигнут проливные дожди, то оставшаяся осень будет сухой. И на заметку любителям закруток, если засолить огурцы в первый день бабьего лета, то они обязательно получатся вкусными. С 5 сентября в связи с проведением ремонтных работ изменят расписание движения электричек между Самарой и Курумычем. Об этом сообщили в пригородной пассажирской компании. С подробным расписанием можно ознакомиться на сайте. В Кабардино-Балкарии из-за кишечной инфекции госпитализировали 63 человека, из них 56 – дети. Всего в больницы обратились 212 человек. Об этом сообщили в прокуратуре республики. На текущий момент происхождение инфекции неизвестно. Специалисты водоканала запустили процесс гиперхлорирования воды, который поступает в дома по трубам. Диетолог рассказал, как предотвратить развитие диабета. Лучше не злоупотреблять фруктами и ягодами с гликемическим индексом выше 35. Киви, крыжовником, голубикой, черникой, виноградом, хурмой, бананом, дыней, ананасом, арбузом, а также цитрусовыми. Такая еда повышает содержание глюкозы в организме и при этом также быстро понижает. В рацион необходимо добавить растительный белок – фасоль, нут, овес, бурый рис, лен, кунжут, миндаль, кешью, грибы. Это медленные углеводы, которые сваиваются дольше, тем самым не доставляют в кровь много сахара в короткий срок и предупреждают развитие диабета.